Не все жиры вредные, существуют и полезные жиры. Например, мононенасыщенные жиры в орехах и авокадо. Есть замечательные жиры омега-3, которые встречаются в семенах льна. А есть и плохие жиры, насыщенные жиры, которые содержатся прежде всего в мясе и молочной продукции. И, наконец, есть жиры убийцы, трансжиры, содержатся только в двух видах продукции – гидрированных маслах, в мясе и молоке. В природе трансжиры встречаются только в одном продукте – в животном жире. Сейчас, когда химия значительно улучшила нашу жизнь, пищевая индустрия научилась синтезировать эти токсичные жиры путем отвержения растительных масел в процессе гидрирования, который перестраивает атомы масла, чтобы оно больше походило на животный жир. Возможно, это продлевает срок годности, но не человеческую жизнь. Самая авторитетная научная организация в США, Национальная Академия Наук, выпустила разоблачающий доклад о трансжирах. Ученые пришли к выводу, что единственная безопасная доза трансжиров равняется нулю. Академия утверждает, что единственная допустимая суточная доза трансжиров также равняется нулю. Если Национальная Академия Наук говорит, что безопасное потребление трансжиров равняется нулю, а примерно 1,5 потребляемых американцами жиров поступает из продуктов животного происхождения, значит ли это, что они рекомендуют всем вегетарианскую диету? Нет, это не так. Но почему? Им задали этот вопрос, и один из авторов доклада, пищевой эпдемиолог из Гарвардского университета, ответил, мы не можем запретить людям есть мясо и молочные продукты. Мы могли бы рекомендовать всем стать вегетарианцами. Он добавил, если бы мы основывались только на научных данных, мы бы так и сделали. Но это уже крайность. Удивительно. Мы ведь не хотим, чтобы ученые основывались на научных фактах, не так ли?